Кто искупитель в книге Бытие? Конечно, Иосиф. Он спас их жизнь. Во-первых, язычников. Потом братьев Своих иудеев. Он избавил их, спас их своим страданием, своей праведностью. Он спас их своей мудростью. Он спас их своим долготерпением. Он спас их своим милосердием и благодатью. Он подобен Христу. Но почему же Давид не потомок Иосифа и его сыновей Ефрема и Монасии? Почему Иисус потомок Иуды? Оправдание и объяснение нам не нужно. Просто Бог так решил по своему выбору. Бог так усмотрел. И все-таки... И все-таки, возможно, объяснение есть. И, может быть, мы только что на это объяснение натолкнулись. Потому что Иуда выше Иосифа. До сих пор в нашей истории Иосиф был велик и прекрасен, а Иуда отвратителен. Вспомните, как поступил Иуда в 37-й главе книги «Бытие», когда продал своего младшего брата. Вспомните поступки Иуды в 38-й главе, переспавшей, переспавшим с женщиной, которая была вдовой его сына, когда он был готов убить эту женщину за безнравственность. В этот момент он был отвратителен. Он действительно был отвратителен, а Иосиф прекрасен. Но есть один аспект, в котором Иуда выше Иосифа. Иосиф не вызвался добровольно стать искупителем. Иосиф не сказал, отправьте меня в Египет, «Я пойду в Египет, я останусь в Египет, я буду в Египте». Нет, он умолял, «Не посылайте меня». «Не посылайте меня в Египет». Иосиф отправился в Египет вопреки своей воле. Но к концу 44-й главы Иуда говорит, «Возьми меня, а их отпусти». «Возьми меня, пусть Вениамин уйдет, идет. Пусть я буду рабом, а мой брат-полукровка, сын Рахили, который не является моей мамой, пусть он возвращается к отцу моему». А теперь я вам кое-что покажу. Посмотрите, пожалуйста, в Новом Завете «Евангелие от Иоанна». «Евангелие от Иоанна», глава 18. «Евангелие от Иоанна», глава 18. это рассказ о том, как арестовали, как взяли Иисуса в Гефсиманском саду. Это рассказ о том, как Иуда приходит в Гефсиманский сад вместе с римскими солдатами, с римскими воинами, которых послали первосвященники. Иисус отвечает тем, кто его арестует, арестовывает. Он говорит, «Кого вы ищете?» Они сказали, «Иисуса Назорея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я». «Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». Видите, что говорит Иисус? «Возьмите Меня, а их отпустите». Видите, что говорил Иуда? «Возьми Меня, а их отпусти». Что же здесь происходит? Иуда стал подобен Христу. Иосиф не стал добровольцем в Египте, не стал рабом в Египте добровольно. Ему пришлось. Иуда пошел на это добровольно. А теперь первый стих 45 главы. Иосиф не мог более удерживаться. Почему? Потому что он увидел то, что происходит. Он увидел перемену в Иуде. Он увидел, что Иуда... Раньше было физическое искупление. Иосиф искупил братьев физически. А теперь он увидел, что совершается духовное спасение. Он увидел, что Иуда покаялся. Что Иуда стал новым человеком. Что Иуда готов страдать, чтобы брат его не страдал. Видите, в чем величие замысла Иосифа? Видите, в чем совершенство замысла Иосифа? Как иначе можно было все это увидеть, если бы Иосиф не сделал именно так, не поступил именно так? И вот когда Иосиф увидел перемену в сердце Иуды, он не может больше сдерживаться, он начинает плакать. И не может управлять уже собой. И требует, чтобы все ушли. Пусть уйдут все. И чтобы не было никого, когда Иосиф будет открываться братьям. В Ветхом Завете немало драматических сцен. Великая драматическая сцена сотворения мира. Сцена на горе Мориа, явление ангела, остановившего в последний момент, остановившего руку Авраама, занесенная над горлом Иосифа. Драматическая сцена, переход через Красное море, драматическая сцена. Сцена на верхушке горы, в 3-й книге Царства, 18-й глава, тоже драматическая сцена. Очень драматическая. Но знаете что? Пожалуй, самая драматичная сцена Ветхого Завета, это бытие, 45-я глава, 3-й стих. Потому что в этот самый момент Иосиф говорит, «Я, Иосиф, жив ли еще Отец мой?» Ничего подобного больше нет, нигде. Вы можете себе такое представить? Вы можете себе представить, как они себя чувствовали? А вы знаете, что будет еще одна подобная сцена? Вы знаете, что книга пророка Захарии, 14-я глава, описывает приход Мессии, хотя это и в Ветхом Завете. Мы читаем о том, что нога Мессии коснется Масличной горы, и гора раступится. Одна часть горы в одну сторону, другая в другую сторону. Масличная гора была последним местом на земле, где стояла нога Иисуса Христа. Деяние, 1-я глава. Я не могу это доказать. Но я верю, что когда Господь вернется на землю, Его нога встанет точно там же, в том же самом месте, из которого Он вознесся в небеса. Он спустится по западной части, по западному склону горы. Он войдет в долину Иосафат. Он перейдет через поток Кедрон. Он пройдет в Гефсиманский сад. И через восточные, золотые ворота Иерусалима, восточные, запечатанные сегодня ворота Иерусалима, Он войдет в Иерусалим. И знаете, что Он, я думаю, скажет? Я, Иисус. Эта сцена разыграется вновь перед глазами всего Израиля. Я, Иисус, которого вы отвергли. Я, Иисус, которого вы гнали. Я, Иисус, которого вы хотели убить. Я, Иисус, который искупил вас и который сохранил вам жизнь. А вы не знали, кто Я такой. Видите, что здесь происходит? Видите, что совершил Бог. Невероятная вещь. Поразительная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok